Вопросы, который будет волновать онкологов, как они должны относиться к тем изменениям, которые сохраняются у пациентов, перенесших ковид. Это могут быть изменения, кстати, не только легочные. Мы помним о том, что порядка 15% пациентов это миокардиты. По данным ряда авторов китайских до 20% этих пациентов параллельно с легочным поражением имеют поражение сердечно-сосудистой системы. Это воскулиты, это сосудистые поражения. Поэтому вопрос для онколога крайне важный, в какой ситуации и при каком состоянии он может взять пациента на продолжение лечения, либо на начало лечения. Является ли это хирургическая часть лечения или химиотерапия. Напоминаю, что по КТ от 50 почти до 90% случаев мы видим изменения у этих пациентов. Стойкие изменения 8-6%. По данным наших китайских коллег мы примерно видим то же самое. Дефутный пневмосклероз и функции жизненно-емкости легких снижение до 70%. Вот здесь крайне важный вопрос. Для всех и в первую очередь для анестезиологов, которые собираются брать пациента на операции и проводить общее обезболивание, а при каких параметрах можно не рисковать и брать пациентов? Ответа, к сожалению, на этот вопрос до сих пор нет. У нас есть функциональный статус при раке легкого, когда есть действующие клинические рекомендации, целевой уровень прироста жизненно-емкости легких и функции внешнего дыхания. У пациентов с COVID теоретически мы считаем, что, наверное, нужно добиваться примерно 20-30% запаса и резерва, поскольку мы не знаем, как отреагирует остающаяся легочная ткань на повышенную нагрузку. И поэтому вот здесь говорила предыдущий докладчик, Валентина, о сроках реабилитации, о тех методах реабилитации, которые существуют. И тоже крайне сложный вопрос. У пациента показания к операции, у пациента по всем онкологическим правилам нужно начинать лечение. Он перенес инфекцию, сколько времени ждать? Шесть недель или восемь недель? Или ориентироваться на его функциональные резервы? При этом, к сожалению, действительно ситуация очень коварная. По той статистике, которую имеем мы, ну да, здесь мы уже немножечко пошли дальше. Теперь понять, как это все будет переключаться, какой кнопочкой. Пока никакой не переключается. Значит, такая статистика. Нажали с помощью мышки клавиатуры, не переключается. Какую статистику видели мы? Значит, у нас были пациенты, полностью обследованные перед началом лечения хирургического в онкологических больницах, с отрицательными тестами ПЦР, с отсутствием изменений на компьютерном томограмме. После хирургического лечения, значит, в одном из медицинских центров у семи пациентов развилась тяжелая коронавирусная пневмония. Подтвердились тесты, то есть, получается, что был какой-то дремлющий период. Один пациент, ну там были пациенты и у доктора Ходькова, были пациенты и в первой онкологической больнице. То есть, мы понимаем, что действительно вот эти отрицательные тесты у пациентов, тем более если он перенес коронавирусную инфекцию, к сожалению, не дают нам гарантии стойкого улучшения состояния пациента, либо того состояния, которое позволит нам принимать решение о продолжении лечения. Да, конечно, мы говорим о безопасности медицинского персонала, но специалистических данных, как я уже и говорил, по реабилитации онкологических пациентов нет. И ни в одном из обзоров литературы этих данных тоже нет. Оценка рисковкоморбидности онкологических пациентов остается за анестезиологом, за хирургами, за химиотерапевтами, радиотерапевтами, которые начинают лечение. И, к сожалению, пока никаких рекомендаций мы дать не можем. Я уже говорил о том, что у нас не ясна корреляция между визуализируемым остаточным поражением легочной ткани и функциональным состоянием. Да, сейчас есть определенные разработки, дополнительное программное обеспечение, когда мы оцениваем плотность участков легочной ткани непосредственно по всей ее толще. Это может быть оцифровано и не просто на основании изображения, но и в цифрах показано, что же там остается. Но мы, опять же, не можем понять, с какой скоростью это будет изменяться и в какую сторону это будет изменяться. Поэтому, когда предлагали подготовить такое сообщение для нашей конференции, это было два месяца назад, и представлялось, что мы за это время накопим некий материал, который позволит нам дать конкретные предложения, что же, собственно, нужно сделать, на что нужно обратить внимание для того, чтобы принять решение делать или не делать операцию, начинать или начинать лечение. Да, нужно реабилитировать пациента, да, нужно оценить его состояние. Понятно, какие процедуры, в принципе, можно проводить. Но, это как раз по раку легкого я уже говорил, но мы не можем понять, перенесет ли пациент заболевание. У нас был очень интересный опыт. Мы работали в ряде московских областных больниц с пациентами, которые уже имели доказанную онкологическую патологию и на этом этапе оказались в больницах с коронавирусной инфекцией. Естественно, наименьшая толерантность к физической нагрузке, динамика, тяжело переносят упражнения эти пациенты, истощенные, менее мотивированные. К сожалению, действительно, уровень перевода НВЛ и уровень летальности этих пациентов был достаточно высок. Хотя, когда мы анализировали группу пациентов онкологических, не оказавшихся в реанимации, они вели себя примерно так же, как и остальные пациенты. Поэтому здесь тоже очень сложно понять, повлияла онкология на перевод в реанимацию, ведь только 7 человек, 9 пациентов из 79, которых мы смотрели, но остальные-то 68 как-то оказались без онкологических заболеваний. Пока, еще раз, коллеги, с моей точки зрения, вопросов больше, чем ответов. Примерный перечень того, что можно делать с этим пациентом, есть действительно очень подробные, здесь мы даем краткие, очень подробные рекомендации, которые расположены на сайте Совета реабилитологов. Поэтому большой достаточно арсенал средств, которые мы можем использовать для этих пациентов, к сожалению, мы не можем дать сейчас ответы на вопрос, при каких показателях онколог может принимать решение о начале лечения этих пациентов. Все это будет решаться индивидуально, и, к сожалению, ответственность врача, принимающего решение, возрастает. И здесь, перед началом сообщения, тоже думал, что, может быть, можно говорить какие-то, давайте подождем 2 месяца или 3 месяца. Мы не можем, к сожалению, сейчас дать каких-то обоснованных рекомендаций по срокам отсрочки лечения для этих пациентов, поскольку эта отсрочка лечения может быть фатальна по онкологическому заболеванию. Ситуация крайне серьезная, непонятная, и не думаю, что мое сообщение принесет некий оптимизм для онкологов, у которых окажется пациент, перенесший коронавирусную инфекцию, в очереди или в листе ожидания на начало лечения. Поэтому, к сожалению, сейчас доказательной базы реабилитации отсутствуют. На тренировке начинаем в остром периоде, но это скорее уже для врачей тех стационаров, где находится пациент. Здесь наличие онкологического заболевания не является противопоказанием. Ожидаемый эффект стандартной восстановительной программы менее выражен, хотя результатов, повторяю, у нас конкретных пока еще нет. Это некое ожидание на основании тех данных, которые мы видим в реабилитации пациента в остром периоде. Нет данных о том, что специфические процедуры несут дополнительные риски. И, наверное, действительно, в течение ближайшего года мы будем заниматься пересмотром требований к приросту показательно-функционального статуса у больных, перенесших НКИ, для повышения безопасности наших пациентов и для того, чтобы мы могли понять, когда же действительно мы реально можем приступать к лечению этих больных. Поэтому пока, к сожалению, коллеги, вопросов больше, чем ответов. Спасибо.